вот я снова на меганом пришел сегодня попытаюсь забраться наверх на него какой-то маршрут есть 10 километров и вот мне его надо пройти да вообще интересно просто там говорят наверху много чего есть эти же без витринные мельницы они здоровенные такие только в кино видал поэтому посмотреть они в живую было прикольно в общем посмотрим и вот так с утра выглядит меганом по другому опять нежели чем днем либо вечером я пойду вот по морю там внизу и там подъемку это говорят есть поэтому пойду там на пляж сайте вчера ходил лежишь какие-то мухи мошки похлеще чем в кире в кире эти пауты конечно здесь хотя бы их не на мошке типа вы только спокойно влег сразу целая куча может таких вот чё за грач стоит пингвин какой-то там не мы посмотрим меня не проведешь 6 часов какого-то лишь вчера морда вся обгорела поджигатор подгора как бы не до сгореть сегодня сегодня что-то прям погода хорошего с утра и тепло и солнышко в медной тучке конечно это хорошо но не в походе на горы это тяжело когда жарко а на пляже лежать конечно такую погоду кайф если быстро обернусь еще и позагорать успеем еще не зря же приехал в крым не бледным же отсюда уезжать правда как вы думаете ребят и девчата походу в город очень хорошо какие там чат и водичка чистейший опять хоть иди купайся тропинка тем временем пошла вверх ну и вот что вверху любви нам желают с вами ниже было добра написано добра здесь любви о классно как камни здорово вот это что ли плачущие монахи табличка нам было плачущие монахи понятно что не настоящие но вот эти камни что ли солнце да красиво падать утренние уверен что на закате тоже здесь все прекрасно ну чё двинули дальше тут три тропки куда явно там никуда не пройдут поэтому вот там люди сидят ну на машине на машине и дурак может а ты пешком попробуй море синющее такое прозрачное и тут глубоко шорты зря пошел хотя с одной стороны вроде бы и прохладненько с ними но с другой стороны по траве идешь по ногам клещи так неприятно колется да это еще и плюсом могут могут быть клещи тут блин везде значки этих стоят осторожно клещи я если честно в крыму ни разу ни разу два раза был ни разу клещей не видел ну и не по им не ловил был я и летом и осенью и весной ну значит не два а три раза был блин как здорово да сфотаться на спину здесь прям хорошо лодочка плывет вдалеке мне вот под меганома внизу не очень понравилось не зашло место потом ну может из-за того что стройка стройка все портит весь вид но с другой стороны я здесь когда вообще первый раз был еще на своей машине сюда приезжал судака здесь вообще ничего ничего не было не облагорожено вообще никаких не построек ничего не было дикий берег и он вообще как бы на свалку походил как глина все это вот эта фигня мне тоже не очень понравилось я еще угорал почему так люди там топят за этот меганом типа о-о-о они вот именно на мере ввиду саму эту гору здесь прям красиво такие просторы и он большой на самом то деле меганом этот этот есть где походить вот смотрите это может быть рыбачья бухта потому что где-то здесь есть но может быть и нет может и не она а тут смотрите как здорово такая длинная порода по ней дождь годами столетиями может даже стекал и вот такая такой рельеф получился прикольный класс вот мы тут на краешек подобрались наверное это и есть рыбачья бухта вода здесь чистая он местами вообще дно чистое видно без всяких водорослей и камней так еще раз покажу как тут классно какое место офигенское сейчас хорошо тенек так скоро я выйду на солнышке там наверно будет как бы да мне ну вот тут прикольно очень вижу такие одуванчики здоровые вот с ладони по сравнению наши раза в три наверное меньше а тут они прям огромные так на зашнуроваться потуже все боты сползать начали в первый раз в таком месте где при спуске скользит обычно все хорошо было до этого вот а ведь катиться вниз то совсем и не хочется опа опа во какая штука стоит вот такое место обручка там чья-то вот это скорее всего мысль пачи тут сейчас наверное ветер дует и меня не слышно поэтому просто поснимаю место просто крутое но это точно мысль рыбачий хотя и не подписан но чё мыс и первый был указатель рыбачий так он так сейчас мы с вами наглянемся назад и там я уверен будет вид на горы вид на миллион так хупа хупа говорил уже а тут высоко уже вот такая глубина там конечно наверное море чистое вот когда так вот дна не видно синяя такая штука синее море не видно дна говорят там метров сорок тридцать но это не точно вот и тут можно остановиться и вот там все еще по краю и так а внизу пропасть справа справа слева камни справа пропасть вот типа такое фух ну тут еще нормально а здесь вообще на пугарачах ползти я так понимаю так вот выходим с вами из-за скал по которым сейчас пробирался ну вот и вот это да боже мой что за вид фантастиш вон скала называется акули плавник насколько я помню вот вот торчит такой вот еще какая-то тропинка что я не видел оттуда море конечно чистейшее сегодня спокойное как я вот и скалы горы такие камни здоровенные вот наверное скала плавник вот эти все камни в море лежат она все поскатывали с горы как иначе ну да вот такая вот тропочка где-то вот сейчас там ходил под скалой интересно конечно но очень сыпучий какой-то материал порода идешь с горы прям все скатываться особенно где нечем не за что держаться руками какие волны где не за что держаться руками то прям опасно такой крутой обрывчик и вот такая вот тропка с гравием и не веточки ни камушка идешь и молишься вот это я вышел конечно здорово ну блин красиво конечно красиво красиво а где интересный обратный ход здесь же идти или есть какой-то другой попроще я чувствую что себя наползает хорошенько вот искупаться здесь наверно можно посмотрим-ка сейчас вот такие тут спуски здесь хоть благо есть какие-то веточки за которые можно подержаться а вот когда чисто так вот то я думаю что если я со своей массой тут шмякнусь на камни то это получится как капитошка просто различить в разные стороны нахрен так вот две тропы одна куда-то туда идет на море посмотреть а другая дальше я думаю что надо посмотреть все пока здесь ой блин вот о чем я и говорил посмотреть пока здесь на все по возможности как можно больше да капец конечно вот идти чтобы вы знали по гладким камням сверху не так опасно как по этому гравию просто в самом неожиданном месте раз и нога подскользовалась а ты вместе с ней за ней так загадочный меганом еще это какие-то знаки непонятные а почему этот меганом интересно загадочный вон вот такой плавник что в нем загадочного рассказали тут ну знаю что типа тут собираются всякие эти вот хиппи голые живут в палатках и все такое о пляжи какой шикарный вот на все лето приезжают а тут никаких речек не течет пресных ничего и вот сейчас я вот иду и думаю если не каждый раз пешком за водой вот так вот ходят то это не жизнь это караул целых но также говорят что типа тут не рыбаки просто на лодках приезжая специально вот типа бизнес замутили нифига себе возят им воду еду но их самих куда-нибудь возят в город так ведь так разориться можно за все лето и берут они где-то говорят в том году вот эти вот лодки за поездку например за водой берут 800 рублей по-моему в одну сторону но это хорошенько запастись чтоб так не гонять каждый день да туда-сюда съездил полторы тысячи отдал грубо говоря оп отключаюсь тут опять слазить надо на суде как живописный ничего не скажешь тропочка тропочка такая и грунтки волны здоровые валяюсь справа море слева горы шикарно конечно так опять спуск так опять спуск что когда наверх то пойдем идем что-то вдоль этого так можно и думаете кирп потихонечку а пока рано что куда дальше такие скалы интересные вот опять сырные скалы откуда вот такие узоры на них куда идти хрен поймешь вообще непонятно тропина каких тут вот как это фобия этот дырок называется забыл а ведь очень плохо когда забудешь да еще и не знаешь уже подняться бы конечно наверх было бы четко с другой стороны уже и должны быть потому что вот там вот сто пудов не пройти по низу где скала в воде вот такие штуки что за интересное место силы как вот вот смотрите какая чистая вода вот нет людей не живут здесь и сразу природа ката чистенькая вся здесь никого мусора не валяется даже вот на протяжении всей тропы мусора никакого не видел вот вода чистейшая в море никаких затычек ничего не валяется ни бутылок конечно место удивительное блин я так понимаю что подъема то и нет наверх где-то он в самом начале было и вообще не по этой тропе а эта тропа так чисто ну красивая но не наверх а просто вдоль меганома вдоль побережья вдоль берега идет ну понятно что тут все классно но я то наверх хотел грандиозно конечно ну что оказывается есть подъем ну там был указатель сюда показывают но издалека он такой незаметный это вот такая отвесная скала и как будто бы куда идти а вот за этой скалой типа там заход а издалека это щель скрывается маскируется и думаю что тут никаких проходов то и нет так подъем тоже очень крутой но желание забраться наверх еще круче поэтому я пошел ну тут нифига даже вон такие тросики типа перилки натянуты подниматься удобно хоть и очень круто ну скоро уже вершина я там очень рад что-то по низу оказалось я два часа шел только вдоль моря вот и причем подходя думал что подъема нет думал блин хоть конечно не классно все виды пейзажи прогулка но цель была подняться на гору я очень рад что это у меня получится так ну круто забрался ой ой хорошо так вон у меня не хочу до него идти и вот так вот там еще какая-то тропа внизу ничего себе да ну здесь уже глубоко прям вон видно вода темно-синяя такая или это наверно смотритель маяка здесь проживаю вот сюда ж на машинках ездят экскурсии наверно на маяк возят блин вот эти ветряные мельницы они вот там находятся я уж не знаю пойти идти что-то мне еще и подниматься оказывается хоть и не так уж круто но далековато еще так что посмотрим что там с силами будет со временем вот и пожалуйста пропасть не такая высокая но убийца хватит так мне хотелось эти ветряки посмотреть как можно ближе сейчас гляну где они вообще находятся выйду чуть повыше если недалеко схожу до них если далеко нахрен не пойду ну и в общем вон они туда уже не пойду далековато идти просто из-за того чтобы поглядеть на них а так а вот опять виды какие это как там солнечная долина или что ли поселок вот мне куда-то в ту сторону сейчас идти в общем ничего нельзя только ходи смотри так ну вот еще раз покинем взором полуостров неганом он же мыс он же горный массив и еще что то там и двигаемся дальше там уже скоро спуск но пока еще еще подъем вот оно море в котором я сегодня буду купаться какашки наверно конские вот а там уже судак наверное да да там уже судак а нам надо как-то потихонечку спускаться иду иду такой и раз захожу военная часть какая-то ну как такая полевая там окоп и всякая херня укрепление прямо на конце там на верхушке коры останавливают такие у меня говорят типа нельзя здесь находиться раз сюда нельзя заходить хоть что поставьте там с автоматом чувак я уже тропинку нашел спускаюсь вниз ну вот почти спустился с меганома я думаю что так на пляжу людей нету мало вообще нету а сегодня будний день вот наверное поэтому и мало вон там судак вот и самолет какой-то ну скорее всего конечно же военный потому что потому что так-то закрыто небо у нас в этой части а на самом деле вот слышу много раз самолет пролетает но его не видно кто знает что за прикол технологии что ли какие-то военные сейчас такие типа самолет невидимка реально вот смотришь туда откуда звук да и вообще в округе чистое небо и никого нет а звук прямо над тобой что это такое солдаты военные кто это в курсе расскажите пожалуйста интересно а а и а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok